Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самара в матче баскетбольной суперлиги проиграла Куполу Родники. В Ижевске горожане до этого матча никогда не знали поражений. На этот раз все сложилось по-другому. Хотя первую четверть Самарой выиграла в 5 очков, но затем соперники устроили настоящие баскетбольные качели. То одна, то другая команда ворвались вперед. Разница в счете составляла символические 5 очков. Исход поединка решили трехочковые попадания в четвертой четверти. Более точными оказались баскетболисты Купола. Ижевск победил 70-63. Несмотря на эту неудачу, Самара сохранила место в лидирующей тройке. За 5 туров до завершения регулярного чемпионата суперлиги горожане уступают лишь Новосибирску и Университету Югре. 8 золотых медалей выиграли самарские спортсмены на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по УШУ. В Казани любители восточных единоборств соревновались в спортивном и традиционном виде борьбы. Сборная Самарской области заняла четвертое место среди девяти команд. 11 самарцев в итоге поедут на чемпионат России по УШУ. Самарские спортсмены завоевали пять наград. Из них две золотые и три серебряные на зимней Всемирной универсиаде в Алма-Ате, Казахстан. Тольятинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин заняли второе место в танцах на льду. Лыжник Валерий Гонтарь выиграл четыре награды в его активе. Серебро в гонке на 30 километров в массовый старт и в гонке-преследовании на 10 километров. Золото в индивидуальной гонке на 10 километров и в эстафете на 7,5 километров. Самарские спортсмены помогли сборной России занять первое общекомандное место в индивидуальном зачете. Второе у Казахстана, третье у Южной Кореи. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.